Все любят парады, но больше всех президент Трамп. Он был настолько впечатлен военным парадом в Париже в День Бастилии, что захотел провести такой же в Вашингтоне. Теперь президент Трамп тоже хочет все это, чтобы частью маршировали мимо него и смотрели на него, отдавали ему честь и показывали миру, насколько он могуществен. Идея президента Трампа об огромном военном параде, марширующем по улицам Вашингтона, уже на стадии планирования. Это будет самый большой парад, который я когда-либо видел. Идею встретили без особого энтузиазма, даже республиканцы. Как минимум, придется убрать все дорожные знаки, светофоры, это будет очень дорого. Оценки приблизительные, от 10 до 30 миллионов долларов. Этот военный парад, не что иное, как огромная трата денег ради эго одного человека. Это безумие. США не проводили военных парадов с 91-го года, когда праздновали окончание Первой войны в Персидском заливе. Тогда в последний раз Соединенные Штаты могли уверенно заявить о победе. Поскольку новых побед нет, а армия все еще воюет, Несколько сенаторов-демократов заявили, что новый парад будет неуместен. Это пошло и демонстрирует нашу слабость. Предложение Трампу устроить парад настолько сумасшедшее, что даже государственному телевидению Fox News слегка неловко говорить об этом. Президент Трамп очень хочет парад, чтобы похвастаться танками и тягачами. И за это над ним смеются множество людей. Забавно, но парады, на которых высмеивают Трампа, у нас уже есть более года. Америке не нужен парад, чтобы показать миру, что у нее есть войска. Поверьте, мир знает, что у Америки есть войска. Они прямо сейчас в них, в странах. Спасибо!